здравствуйте друзья у нас тут или так знаете здорово казаки вот тут у нас такой казацкий слет значит с хвостовичем мы слетаемся и у нас еще супруга александра тут присутствует незримо за кадром оленька подайте голос но сказать здорово казаки ну либо я сказал здорово коли не шутишь ну не важно так александр чего мы чего мы обсуждаем да в общем о чем мы хотим поговорить а в последнее время всякие недоброжелатели в интернете распространяют слухи что меня уволили я уже давно не теста никакой и то что я работаю в такси и почему-то мне начали об этом писать изに чуть ли не через день куда куда пишут вконтакте мне пишется это правда что ты больше не теста правда что ты работаешь так что коي мне пишут скажите а вы то вызов ты знаете что ластович до больше не тестов да ну faites абсурд потому что я бизнес записывал несколько видео об этом не записывал почему я это дело но может быть а почему за людей не доходит я думал что может быть просто хотел показать что такое уберы как с ним работать и нет во первых есть несколько есть несколько моментов хочется что-то нового и в принципе отработать тест она достаточно монотонно от нее немного устаешь вот а что мне дает убор я могу ездить и общаться с людьми и учитывая что это кремниевая долина постоянно то есть людей подводишь самых интересных так но вы об этом рассказываете на канале конечно и горел то есть там профессор профессор из стэнфорда потом владельцы компаний просто люди ну как бы работающие в ведущих позициях там в сиска я знаю вы вы знаете что мне напоминает есть такая известная история как ленин владимир ильич созвал в кремле субботник за деньги денег у них не было ли они все разворовали тогда уже не знаю ночью убрать кремль было некому и они организовали субботник у маяковского есть замечательное стихотворение которое так там как бы про субботник он к дяденьки что это вы делаете тут столько больших детей мы социализм свободный труд свободно собравшихся людей все что они тогда свободно собрались там привет они в этот бы свободно вы социализм вы свободно вышли и стали подвозить людей так сказать за деньги вот да а ленин носил бревно и пил я не за маленький был слабенький можно вообще веселами там на бревне там чекисты несли но дело не в этом ленин участвовал в уборке кремля и и нес бревну а вы участвуете в благоустройстве кремниевой долины за руб за баранкой вот но фактически то есть я это делаю ну раз в неделю или раз в две недели там шесть часов от силы в неделю получается какой-то реально какой-то да ну примерно 20 долларов в час выходит иногда больше но можно вот за день раз проехал два проехал то есть за день за несколько часов за пять примерно сто сто двадцать долларов мишка это минус бензин мин это я уже эксплуатации с бензином да с бензин но все-таки амортизация автомобиль как присутствует безусловно то есть сто сто двадцать долларов но это это достаточно неплохо и второй момент ни для кого не секрет что там я даю реферальную ссылку под своим видео человек который уже записался в убор может приглашать других водителей то есть вы записались да и мало того что водитель который придет от меня получит награду от убера после 20 поездок то я получу эту награду я если он поедет 20 раз 20 раз да я на реферальных ссылках в принципе сделал уже полторы тысячи долларов я накатал но получил я не получил на руки получил не работая не работая вообще делал то есть я я наездил грубо говоря но долларов 500 сам а еще полторы тысячи мне заплатил убр это просто как бы ну как хобби я не знаю то есть в этом нет основного заработка вот и сейчас убор кстати проводит акцию все кто в бей-эре мы оставим внизу ссылку именно в бей-эре кто живет в бей-эре у кого есть американские права машина 2010 года или моложе постойте он живет в бей-эре должен быть легальным каким-то ну резидентом калифории не то что он там турист какой то нет вот год прав у него есть машина 2010 года или моложе а может записаться и он получит после 20 поездок вот 600 долларов просто вот 600 долларов 30 баксов с поездки да ни за что это не считая тех денег которые он заработает на вождении это по-моему это офигенно и это как бы продлится но не долго они пытаются нанять больше людей перед новым годом и а не смысл есть какие-то я извиняюсь эксцессы вот теперь кого-то по голове стукнули или там я извиняюсь изнасиловали там водителя конечно меня таких станции нет лично да но вот что пишут вообще не пишут всякое ежи конкуренты которые будут нагонять вам но лично с моей стороны допустим я езжу утром это обычно перед работой пару часов то есть я в основном разложу людей по аэропортам две-три поездки сделал и едешь домой до трафика аэропорт может побольше взять ну там нет там вся вся система очень простая это аппликейшн который ставится на твой телефон то есть все рейты сколько ты получишь сколько человек заплатит все описано ты деньги в руках не держишь а есть какая-то надбавка за то что блогер тебя везет нет а вот допустим если у меня алексус это это все равно что на 500 или все-таки нет не все равно можно подписаться ну стать не водителем uber x а взять допустим сервис выше люкс-класса там uber black допустим и там уже будет чардж не 20 долларов в час а вы будете зарабатывать 50 долларов в час условно говоря так а почему же все не зарабатывают 50 но не у всех лексус и не каждый человек когда вызывает такси он выбирает возьмет ли он простой uber x возьмет он машину премиум класса и так далее то есть если грабануть то правильнее заплатить больше и взять дорогую машину да если есть люди которые причитают предпочитают ездить сугубо на представительском классе вот так но какая-то одна на вас не нападает какая-то кремлевская может быть пропаганда нападают герри что начали дразнить меня таксистом все это тех где но в ю тубе там я не знаю ой да вас и время на за что там такси и время таксиста в общем все я не знаю как бы я не вижу в этом оскорбление но до чего люди почему-то в это так вцепились как будто они хотят сделать из этого какой-то ругать не это вы не понимаете им хочется чтобы вам не было так хорошо потому что если вам так хорошо до получать чем так плохо когда вам не так хорошо ты уже лучше а если вас завтра уволит они вообще будут на решение блаженства да ну тут и конечно есть червь точит потому что уволит он дальше найдет понимаешь вот это в этом есть слабина если вообще бы репатриировался бы обратно там беларусь понимаешь вот это было работы дворником вот собрадовались за ненависты хейтер да ну дай бог здоровья но когда такие бы мы приглашаем всех на этот даже за убер что я хочу рассказать ну во первых рассказать о плюсах вот этого все вождение если человек приехал в америку и он хочет потренировать свой английский это само то не парочку он приехал в америку может быть даже купил машину но не уже нет года водительских но есть люди которые здесь там живут год допустим английском все еще нету да английский у них то ну может быть есть но не очень сильный то есть водить в убери это прекрасный способ поговорить на тренировать я извиняюсь там все больше индусы ездят китайцы или кто нет абсолютно нет американцы ездят наши там славяне ездят иран то есть я много разных друзья если у вас есть проблема поговорить с белым человеком регистрируйте в убери много очень действительно очень много водителей и я говорю что это не обязательно идут это вообще не как такси потому что у тебя есть репутация ты когда подошь человеку он оставляет рейтинг и ты оставляешь рейтинг ему то есть его может потом и не возьмет да то есть он должен ну как бы ему желательно хорошо себя вести вам хорошо себя вести а чьи вы и дают или что бывают дают кэшем не было правда один раз в чем раз но они на сумму на ту же самую дают нет уборы убор не включает в себя чьи вы как таковые траток могут кешом да могут дать конечно если человеку вы понравились да то могут дать мне один раз далее 5 долларов конечно не высоко оценили то невысоко но это вообще не норма потому что люди вообще не рассчитывают давать как бы убор говорит что это сервис без типов но опять же 20 долларов в час и может быть и больше у меня знакомые недавно ездил на хэллоуин он взял убор и убора есть такая фишка когда много людей вызывает сервис они начинают поднимать в тарифы в два раза в три в четыре так вот он проехал 15 миль заплатил сто пятьдесят долларов то есть человек заработал ну сто пятьдесят долларов что называется welcome to капитализм да друзья а если бы он это все равно дешевле чем такси если бы он взял такси они бы все 300 зачем а такси тоже так гуляется на вот спроса конечно гуляют конечно я на самом деле знаю что вот когда ребята приезжают скажем к нам студенты приезжают из других штатов фуллтаймщики то не у всех с деньгами там очень благополучно я знаю что некоторые подрабатывают по выходным они могут потом при рулил там откуда-нибудь из чикаго там на своей тачке он уже в стране может быть три-четыре года и он потом регистрируется на убери и начинает так вот там допустим за выходные там 300 баков срубит и вроде как я уже жилье облатил я другую историю расскажу я подвозил человека который сам убери работает и он горит сотрудник штатный нет в уберу как бы тоже как водитель и у него был бизнес у него был свой ресторан в сан-франциско он когда был кризис прогорел он влез в ужасные долги там что-то около миллиона и он говорит что в итоге он взял себе когда появился убер он взял себе приус уже 200 тысяч на нем накатал он же выпустил выплатил большую часть какой период времени за год говорит я ездил там по 12 часов в день но я зарабатывал по полторы две тысячи в неделю ну как таксисты зарабатывают я не знаю мне кажется таксисты меньше чем полторы две тысячи ну у нас может быть меньше да у нью-йорке там хороший заработок там опасно правда в такси все-таки ты можешь как-то быть закрыт там не непонятно кого везешь чего ну да но убор вся информация кого ты посадил то есть все же трек лиц должен быть как бы безопасно человек регистрируется в приложении он проводит свои данные показывает айди где его подбирает куда его везут это все в системе остается любые эксцессы то есть обращаешься в убор и начинают они решать этот вопрос вот ну в общем не суть что я хотел сказать мы обуви разговариваем я говорю хочу сказать что это хорошая возможность для людей которые здесь живут уже год и больше умеют американские права хотят подработать или они устали там работать на каких-то минимальных заработать работах типа там в макдональдсе нет 20 долларов в час конечно это не не минимальные да но единственно что все-таки ты машину свою изнашиваешь и наехать 200 тысяч на приусе это фактически там уже цены никакой в нем не осталось но он может брал там за 25 тысяч там не знаю сколько платил но он тебе 25 тысяч уже амортизировал там практически там их нет ну да 200 тысяч да ну в общем в итоге плюс можно не обязательно это ездить каждый день можно есть за раз в две недели как я и делать те же реферал как приглашать 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 людей в общем в описании под видео ссылочка посмотрите это моя реферальная программа если вы в бэре то вы можете получить 600 долларов за первые 20 поездок а в других штатах будет отличаться от 100 до 300 долларов после 20 поездок ты тогда должен был бы сказать вы у меня в рамках я получаю а вам все 20 отстегивают от капка так они и так получат от убера 600 баксов но в какой-то момент как как только свои первые 20 поездок в течение 30 дней после регистрации то есть делиться с вами постович не будет я же поделился как бы уже а зачем он вам деньги вот скажете я не знаю зачем людям деньги я понятными я вот помню знаете что мы когда только начали вдвоем там работать так более-менее нормально это был год день девяносто там третий я не знаю и мы тут жили еще у нас квартиры поможет даже мы купили не помню девяносто третьем году мы купили квартиру через дорогу и я тогда получил работу тестером она первая работа платила 28 тысяч у меня а света работала как в стэнфорде там в госпитале стэнфордского университета там по айти что-то и получала 35 тысяч я вот и смотри мы вместе получаем 63 тысячи долларов но это был девяносто третий год давно было яку вот зачем людям может быть нужно мир больше денег это вот что такое должно быть чтобы больше денег нужно было на наш мы проплатили 1000 долларов за квартиру когда снимали там а когда купили вы платили и помню 1300 ну как большим понимаешь вот сейчас конечно подорожал рент но вот на что это нужны деньги молодым людям было же дом надо купить а там дорого там да а а может у кого-нибудь уедете еще нет не знаю посмотрим есть всякие программы можно дешевле купить ну просто дом допустим здесь стоит примерно ну миллион долларов да условно говоря можно купить за миллион да первый взнос там сколько 30 процентов по-моему ну как как купите ну да 300 тысяч долларов то есть но как бы эти деньги надо еще заработать вас нечего продать беларуси на 300 тысяч на первую можно сделать 4 процента ну в общем не суть ну хорошо значит беларуси можно картошку продать сейчас не хватает картошки то можно из беларуси в россию продать картошку ну пока нет там ну что же хорошо значит так это вот мы хотели как бы всех позвать в убер да так мы сейчас ссылку дадим под мою видео ссылку да да под этим под этим еще раз еще раз мы я дам ссылку в которой что который человек заходит регистрируется ему надо год вождения американские или просто американские я понял я вот про бабки на моем видео висит ссылка да заходит человек регистрируется регистрируется на убери так отъезжает 20 первых поездок и я получаю и хвостовичу деньги или 300 или 600 я вам дам половину нет нет честно заработать вы лучше вот олю присылайте почаще пусть она там улыбается так она хорошая создает хорошую атмосферу создать пусть работу она найдет хорошую это точно и лифт ссылку мою тоже надо дать это потом лифт это аналогично аналогично ну что же хорошо между прочим вот оля как раз тестировала тут меня спрашивают ребята вот эту платформу которая называется qa uber как скоро выходит она в продакшен ну сейчас уже бета выходит версия мне сказали ребята что они придут в понедельник вот через там три-четыре дня придут и мы с ними снимем видео про вот этот qa uber это такой сайт где можно брать задачки по тестированию проектики можно брать и именно по тестированию больше не почему и вот видите какая интересная связь вот хвостович которую все знают поле которую мало кто знает но многие слышали этот голос из-за камеры и uber который тоже так вот на слуху и вдруг раз пожалуйста берешь проекты выбора там убор тут да умер полисмейстер скоро выходит аппликейшн поэтому просили все тестированные проекты которые создавали для тестирования удалить а так как там очень много из школы портного там проекты были сосиска пирожок пончик ну так называли а окей лучше принесли тестировать удалите все сосиски и пончики а то мы скоро выходим мы сегодня и сосиски и пончики вот кушали у софии восьмая внучка 4 внука и 4 внучки вот у нее теперь 8 внуков внучек мы сегодня отмечали поздравляем да 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 ну что же считаем что мы как бы закруглились да развеяли миф о том что хвостович больше не работает тестером а ездит работает в такси да и опять же я хочу сказать нет ничего плохого работать водить машину нет ничего плохого подметать нет ничего плохого у нас в ссср говорили всякий труд почете да никакой нет такого понятия как плохой работа если человек работает это уже хорошо он переносит пользу обществу он платит налоги он является с моим удовольствием обидеть может картой это когда он не художник а такой знаешь поц такой а вот если он художник художник обидеть нельзя ну правильно он понимаешь он знает свое произведение у него кисть у него краски у него видение и он себе фигачит да уходишь на такси пусть на такси главное чтобы жена не возражала жена не возражает а если какая-то красотка там к нему сядет садится лишь бы платила все друзья значит это и есть счастье это не только когда шлагбаум раз открылся раз закрылся раз открылся раз закрылся часть и бывает разным все делаем всем пока ручкой спасибо ребят до свидания пока